На самом деле они такие безнадежные, сами по себе они безнадежные, человеческой мудростью они не изменятся, человеческим учением они не научатся, но Бог, пришедший в Ишуа, дал великую надежду всем, и Он сказал, каждый, кто хочет учиться не у людей, а у Бога, каждый сможет научиться. Каждый, кто отчаялся, идите ко Мне, потому что Я принес вам Тору любви. Вы видите, это то, что разделяло общество Израильства. Уже начало учения Ишуа разделяло общество Израильства. Это одна из причин того, что Он сказал, вы думаете, мир Я принес вам? Не мир, но меч. Потому что вначале, перед тем, как принять шалом Божий, народ Божий должен был сделать выбор, каким путем он пойдет. Или путями, которые только кажутся прямыми, на самом деле конец их путь к смерти. Или путями, которые действительно прямые, хотя над ними смеются знатоки, власть имеющие, эксперты и прочее. Второй путь непрестижный, второй путь связан даже с внешним, может быть, связан с внешним позором. На втором пути ждут гонения, но именно второй путь, прямой путь к Богу. Это не могло не разделить Израиль. Это разделило Израиль. Вы помните пророчество Шимона Праведного, когда он держал младенство Ишуа? Он на восстание многих в Израиле и на падение многих. Не только на восстание, а и на падение многих. Так и произошло. И опять же, я специально взял некоторые такие места, которые вызывают иногда недоумение. У меня в свое время это вызывало недоумение. Неужели Ишуа злорадствовал? Никогда, ни в коем случае. Он просто славил Бога за то, что Бог дает шанс всем. Он просто славил Бога за то, что слава Божия, она не для тех, кто гонится за человеческой славой и пытается ради человеческой славы удержаться у власти. Но слава Божия как раз для тех, которые этой славы человеческой не имеют и не считают себя ее достойными. Для тех, которых, возможно, отбрасывают в грязь и у кого по понятиям славных нет надежды. Он славил Отца, не ограничившего свою любовь религиозными путями. Он славил Отца, который открыл простой детский путь к нему. И это действительно выход на все времена для всех искренних верующих. Я дочитаю от этого тревога. Да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Не да, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Ибо такова Твоя добрая воля, которую я раскрываю, говорит Исшим. Здесь нет ничего плохого и злого по отношению к мудрецам, по отношению к священникам. Потому что, скажите мне, пожалуйста, когда Бог повернулся к младенцам, амгарец, не знающим и не ученым, Скажите, пожалуйста, действительно ли Он закрыл доступ к Себе священникам, фарисеям, раввинам и мудрецам? Нет, конечно. Вы помните, что многие из них потом пришли к настоящей иудейской вере через Иешуа. На самом деле, Он продолжал стучаться в их сердце. Он просто не принял их порядка благовестия в Израиле. А затем и их порядка благовестия для всего мира. И вот Его порядок, который описан в 27 стихе. Все предано Мне, Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Здесь заявление живого Бога. Здесь заявление вечного Божьего Сына. Здесь заявление Мащеха и Господа. Все предано Мне, Отцом Моим. Абсолютно ни один учитель не мог сказать так. Моисей не мог сказать так. Царь Давидов сказал так. Только Он мог и только Он это сказал. И оказывается, в этом Его благоволение. В этом добрая воля Отца. Добрая Абсолютно ни все. И теперь вопрос ко всем и каждому. Хочешь ли ты узнать Отца? Тебе придется узнать Сына. Вы представляете? Ты никогда не сможешь узнать Отца без Сына. Отца без Сына. Он сам заявил это. Хочешь ли ты узнать Сына? Ты никогда не сможешь это сделать по своим религиозным понятиям. Ты должен получить Откровение от Отца. Заметьте, Сын, Отец. Сын, Отец. Одна из тайн, которая скрыта здесь. Ты никогда не узнаешь Бога, пока не войдешь в семью Божию. Ты никогда не узнаешь Отца, пока не станешь Его Сыном. Ты никогда не узнаешь Отца, пока Он действительно не станет твоим Отцом. Но нет никакого иного пути стать Сыном Небесного Отца, как только сдаться Его Вечному Сыну еще. И именно сдаться, сложив все свои представления к Его ногам, сложив все свои верования к Его ногам, сложив все свои предрассудки и условия к Его ногам. Невозможно узнать Сына по своим понятиям. Только войдя в отношения между Отцом и Сыном, ты сможешь стать учеником, который действительно научится. родиться и стать плоденцем Божьим. Поэтому в 25 стихе и подобных ему смысл не только в том, что мы должны умолиться и всю нашу житейскую, интеллектуальную, уже духовную гордость снять с себя. Смысл и тот, что только когда мы родимся в Семью Божью, только когда мы родимся и станем братьями Иешуа, тогда мы сможем познать истинное Отцовство и истинное Сыновство. Вот это условие. Вот это условие. И это условие любви. Вот основание мессианской теологии. И рождение значит появление совершенно нового. Значит появление нового человека, новой Личности. «Кто бы ты ни был раньше, ты можешь родиться заново и обновиться Божьей любовью так, что ты уже не будешь старой тварью, старой творением. Но ты действительно станешь новым. И этот новый, он сможет научиться всему, чему Господь хочет научить ему». Любой рожденный заново, любой новый человек, кем бы он ни был в прошлой жизни, может и должен и призван стать мудрецом Божьим. И самый неграмотный ученик, если он только начал учиться, если он только-только приступил к учению Господня, если он действительно стал учеником, то есть стал младенцем Святого Духа, родился в Божью семью, стал сонаследником Ешуа, он уже имеет в себе великую мудрость Божию, он уже имеет в себе ум Машеха. И теперь его обучение принципиально не такое, как было до установления Нового Завета с Израилем. Тогда обучение было. Самый талантливый, самый духовный ученик иудей должен был приобретать знание, информацию извне. Но теперь полнота мудрости есть в нас уже изначально. В нас есть та мудрость, которой мы будем учиться и учимся. В нас есть то знание, в которое мы будем ходить. Правильно? И более того, в нас заложен в потенциале весь процесс обучения, который будет совершать Бог в нас, через нас, к нам и от нас, если мы покоримся Ему как младенцы, ничего не знающие, и начнем возрастать в Его премудрости, которая будет подниматься изнутри нашего нового внутреннего человека. И для этого я приведу очень известное, которое вы все, конечно, помните, место из 1 Иоанна и 2 главы. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Вам достаточно этого подтверждения тем словам, которые я пока что говорил? Не обязательно, правда, здесь настолько явное место писать. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. «Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Ещуа есть Машех, это Антихрист, отвергающий Отца и Сына». Правда перекликается с тем, что мы только что читали слова Ещуа. «Тот, кто отвергает, что Ещуа есть Машех, отвергает в первую очередь не Сына, а самого Отца». Еще раз читаю из Евангелия. «Все предано Мне, Отцом Моим, никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». Скажите, пожалуйста, а кому Сын не хочет открыть? Всем хочет открыть. Это правда. Почему же написано это? Потому что тот, кто не открывается Сына, делает недейственным его желание открыться. Почему такие жесткие слова в одном из посланий апостола Павла Раби Шауля? «Кто не любит Господа Ещуа, да будет анатема, анафема, да будет отлучен». Почему такое написано? Это не то, что там религиозная нетерпимость или что. Просто кто не любит Ещуа, уже отлучил себя от любви Отчей, закрылся от нее. Он уже сам в отлучении. Он либо обольщенный, либо отступник, либо обманщик сначала. таковой не должен пребывать в Божьей семье. Опять же, снова и снова. Каждый человек решает для себя, перед Богом. Бог любит всех, Бог обращается ко всем. У Него был порядок, ясный и четкий. Но когда люди по этому порядку, стоявшие у вершин власти, отвергли Бога в его премудрости, тогда Он отверг их мудрость и обратился в пустыню. С тех пор это происходило всегда и происходит сейчас. Это не только на то время, в начале исторического мессианства, происшедший факт. Это Божий принцип, который действовал, действует, действует и будет действовать всегда. «Всякий отвергающий Сына не имеет Отца, а исповедующий Сына имеет Отца». Но те, кто слышали от начала 24 стих, и те, которые знают, которых прибывает то, что они приняли в начале, «Если это пребудет в них, в вас, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце». Те, которые приняли, должны охранять то, что приняли, и развивать это, чтобы оно пребывало, и пребывало. Это я уже от себя добавляю. По-русски получается игра слов. «И пребывало». То есть усиливалось, развивалось, возрастало, умножалось. И если это происходит, если вы пребудете в Слове Моем, вы помните, да? «Если пребудете в Слове Моем, которое пребывает в вас, то о чем не будете просить Отца Моего во имя Мое, будет вам все, о чем не попросите». Потому что в таком случае вы не будете просить от себя, потому что вы будете познавать все больше и лучше, что желает Отец для вас, и будете просить от Него через Меня к Нему. Как? В таком случае Он мне ответит. И обучение – это часть этого обетования еще в Евангелии от Иоанна. Обетование же, 25 стих, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Итак, первое и всегда первое, чему мы учимся и в чем мы возрастаем – это жизнь вечная в Боге Отце, которая открывается только через Сына Его Ищу. Но эта жизнь вечная уже есть в нас. С первой минуты нашего рождения свыше мы все получаем ее. Она не что-то внешнее, к чему мы должны стремиться в будущем. Она то глубоко внутреннее, она сердцевина нашего нового существа, которое мы, познавая, раскрываем. «Это я написал вам об обольщающих вас». Правда, интересно? Столько прекрасного написано, при этом сказано о лжи, и говорится, «Это я написал вам об обольщающих вас». Апостол не только писал об обольщающих, он показывал, а как же правильно, и что есть истина. «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает». «Впрочем, помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы уж кто учил вас». Одно из самых странных мест Писания. Правда? Но здесь великое преимущество Нового Завета. Бога Израиля со всем своим народом и со всеми теми из всех народов, которые входят в Завет Израиля с Богом. «Впрочем, помазание, которое мы просто получаем от Бога, оно приходит в нас с Ешелом, входящим в наше сердце. И когда оно в нас прибывает, мы не имеем нужды, чтобы кто учил нас. Но как само это помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то чему оно научило вас, Том, пребывайте». Вот, вот, друзья мои, здесь описано то главное знание и то главное обучение, которое для всех одно. И здесь описан процесс этого обучения, и здесь понятно, о чем идет речь. «Естественно, логический вопрос, так а зачем тогда апостол Иоанн пишет ими и учит их чему-то, если они ни в чем не имеют нужды?» Апостол Иоанн пишет. «Впрочем, вы имеете помазание цветовое и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете». «Идиотка, так а зачем же ты написал об истине, если мы уже знаем его?» «Если мы знаем все, зачем ты нам пишешь?» «То ты хочешь добавить на что-то». «И помазание, которое вы получили от него, в вас прибывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас». «Ну я же, он же, он же как раз в этот момент их учит чему-то». «Но как само это помазание учит вас всему?» «Саму то помазание, которое у вас прибывает». «А оно истинное и не ложно». «Почему оно научило в том прибывать?» «А зачем же ему?» «Тот, кто во мне и тот, кто в вас, он дает одно учение, одно Евангелие. Заповедь древняя и заповедь новая. По сути, одна и та же. Заповедь, данная через Авраама, Моисея и пророков. Это та же заповедь, которую принес Ешуа, но раскрыл ее в полной мере. И мы не учим, не даем, не говорим, не наставляем ни в чем ином. И мы делаем это не от себя, а от того, кто живет в нас и кто живет в вас. И поэтому вы можете сверять то, что вы слышите от нас тем, что тот же Господь уже сказал и говорит вам». Иоанна 14 глава, это по поводу того, что сестра говорила. 26 стих. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам». То есть функция его не только учить всему, но и напоминать то, что уже сказано. Значит, вот эта функция напоминания, он как бы, видите, перед этим Иоанн говорит, седьмой стих той же второй главы. «Возлюбленные, пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала». Это стих, который может сказать, а, возможно, действительно, послание написано в первую очередь к мессианскому языку. И это одно из возможных представлений. Кто имели эту заповедь от начала? Ясно, что это иудеи. Но, можно истолковать и так, что это люди, которые пришли еще не через апостола Иоанна, а через других благовестников. И до того, как они познакомились с ними, или сейчас получают его послание, они были наставлены в главной заповеди от других учителей, других посланий. И он говорит, что я пишу вам то, что и они вам говорили. То, что вы приняли через имя. Но факт тот. Пишу вам не новую заповедь, но заповедь древнюю, которую вы имели от начала. Заповедь древняя и слово, которое вы слышали от начала. То есть он говорит, друзья мои, я не пишу вам что-то совершенно нового. Я пишу вам то, что вы уже приняли, то, что вы уже слышали, то, что вы знаете. Но при том и новую заповедь пишу вам, что есть истина в нем и в вас, потому что тьма проходит истинный свет уже в свете. То есть, действительно, пишу нечто новое для вас. Но потом он снова, потом же он говорит, впрочем, вы имеете помазание от святого, знаете, все. И то, в чем вы уже были наставлены, то, что вы уже слышали, то, что вы приняли, и то новое, что я вам пишу, и все то новое, что вы сможете услышать еще, чего вы не слышали раньше. Как это понимать? Это прямо перекликается с тем, что говорил еще, никого не называйте учителем. Нет у вас иного учителя, кроме меня. Апостол Иоанн говорит, я для вас не учитель сам по себе. И по-настоящему я могу научить вас только тому, что вы уже знаете внутри себя. Я учитель. Для вас только постольку, поскольку я учу не от себя, а от того, которого я знаю, который живет во мне, который наставляет меня, во-первых. Но особенно, вернее, во-вторых. А, во-первых, самое главное, я учитель для вас только постольку, поскольку я возгреваю вас то, что вы уже получили от главного, единственного, абсолютного учителя для всех, кто хочет научиться. Это у вас все есть, и ничему иному я вас не учу, не могу научить. И моя функция, и функция всех остальных, только в одном, раскрыть то, что вы уже имеете. Только Дух Божий вас учил и учит, и будет учить. Только Дух Божий вас напоминает вам то, что вы уже слышали, что для вас важно. А я извне говорю слова, которые, может быть, вы не слышали, но которые просто раскрывают то невербализированное, словесно-невыраженное знание, которое вы полностью уже имеете. Поверьте, это, понимаете, как трудно, трудно поверить людям в это. Это совершенно другое учение по сравнению со всеми учениями, которые были до Ишуа. Это просто другое основание ученичества. И когда Ишуа говорила, не может быть моим учеником тот, кто не отвергнет себя и не пойдет за мной, не возьмет свой крест и не может быть тот, кто идет за мной, но не берет креста. Но крест – это постоянное отвержение себя. Это моя специально упрощенная интерпретация. Что значит «отвергни себя и возьми свой крест»? Или «бери свой крест у Луки снова и снова». Это значит недостаточно разового отвержения себя. «Отвергнув себя, ты должен теперь нести на себе свой крест, как знамя самоотвержения и как орудие отвержения себя ради Господа». Ты не должен с ним расставаться. А если расстался и заметил, сразу снова хватай его. И смиряйся, потому что только отвергнув себя не просто чужой, но свой эгоистический подход ко всему, ты сможешь стать моим учеником, говорит Ишуа. Только отвергнув себя старого, ты сможешь войти в себя нового. Только снова и снова распиная на том кресте, который Господь предназначил тебе себя, ты сможешь учиться у Него. Потому что это вообще не то учение, которое люди себе представляют. Это учение и внутри всегда. Это учение жизни, это учение, это ученичество сердца, а не обычного разума рассудка. Как написано в другом месте, о сём надо бы насудить духовно. А кто судит душевно, тому это закрыто, и он не может понять ничего. И только тот, который принимает это по духу, кто принимает в духе Господня, кто принимает в поможании, пребывающем в Нем. Только тот, который имеет силу и власть, я сейчас скажу твое слово, научи тебя, Господь. Потому что только тот, кто смотрит на всё это по духу, что это значит? Смотрит глазами Иешуа, а этот взгляд передаёт только дух Божий. Только тот, который погружается в дух Божий, а значит, в самого Иешуа, в самого Отца. Только тот, в котором пребывает это помазание. Помазание это сила Святого Духа, сила Божья. Все его дары и все способности, все то, что требуется для исполнения воли Божьего. Только тот, в ком это пребывает. И кто погружается в него, может отвергнуть себя и вместо себя принимать Бога. И только так он может научить себя. Я специально тут говорю, потому что Господь делает нас самими ответственными за наше обучение. Теперь мы независимы от садукеев, от сеев, от книжников, от священников, от мудрецов. Теперь мы независимы от тех людей, которые претендуют на то, чтобы быть единственными проводниками Божьей истины. И чтобы судить и рядить все в народе Божьем мы независимы от того, что мы все имеем один Дух, одного Господа, одно единое фундаментальное помазание вечной жизни. Мы сами должны учить себя в Господе Ищем. Всем, чем Он нас учит, мы должны наставлять себя и не прекращать это. Вот это и значит пребывание. Не просто хранить, хранить принято, но пребывать в помазании, а помазание это то, что действует. Пребывать в помазании, значит применять это постоянно и течь в этом, и углубляться в этом, и черпать новое, и новое, и новое. Без сверхъестественной силы Божьей, без личных семейных отношений с Ним, это ученичество невозможно. И те прекрасные слова, которые Иоанн пишет всем верующим, в них один язык важнейших смыслов, это то, что я только что говорил, с вашего позволения. Не от учителя зависит ваше ученичество, оно зависит от вас. Потому что Бог сделал все зависящее от Него, чтобы он научился. Он уже делал, и Он делает. Но даже если у вас не будет ни одного учителя, у вас есть уже внутри полнота знаний. И еще раз говорю, в конце первого века до рождения Мессии, это было организовано. Затем следующий этап обучения, который можно приравнять современным ешивам, был уже только для избрана. На следующем этапе обучения могли учиться в основном только юноши из богатых семей. И особенно из аристократических семейств. Вы знаете, что была священническая аристократия, и была княжеская аристократия. То есть была такая аристократия в обычном. И мальчики, юноши, и статисты, они имели огромное преимущество перед всеми остальными. Исключением могли быть какие-то юноши, которые показали совершенно невероятные успехи в обучении, или которым покровительствуют какие-то богатые, знатные люди. Теперь, для женщин вообще как такового обучения не предполагалось. Вы знаете, что согласно Талмуду, женщина не будет благословлена, если будет учиться. Сейчас выкручиваются раввины, придумывают разные обходные вещи, подстраиваются под время. Но на самом деле, согласно традиционному иудаизму, обучение женщины, это было предосудительно. Предосудительно. Были, опять-таки, исключения. Дочери некоторых великих мудрецов, про них там много говорится. Например, в Талмуде есть пару историй про жену Раби Мейера. И, в общем-то, эти истории носят нравоучительно пугающий характер, которая была очень ученая и умная, и кончилась все, согласно Талмуду, очень трагично. Вот. Да. Чтобы вы понимали, что люди, которые, которым было открыто все обучение в Израиле, это было явно привилегированное меньшинство. Ну, затем естественно. Да, насчет женщин. Женщины были освобождены от всех заповедей, которые связаны с местом и временем. То есть, для женщин не обязательно было исполнение заповедей, связанных со временем дня, временем недели. Потому что жена должна была беспрекословно быть под властью мужа. И только муж мог определять, где и когда будет. И, ну, то же самое, по месту. Женщины были освобождены от заповедей, связанных с паломничеством, с храмом, и там еще ряд других заповедей. Вообще, считалось не очень хорошим тоном, если женщина была грамотна. Грамотна. Не то же, на мучном, грамотна. Вы знаете, что вообще даже Бат-Митца, как таковая, она возникла только во второй половине девятнадцатого века, впервые. И то, в среде прогрессивного, реформированного иудаизма. потом отчасти консерватора и образовательного иудаизма перенял это. Ортодоксальные иудеи до сих пор отрицают всякую Бат-Митцу. Если вы просидели. Вот. И, естественно, в неком обучении до определенного времени, ни о каком обучении язычника, как язычника, тоже речи не шло. Потом, постепенно, где-то, неизвестно точно, когда, но вот после периода Махавеи началось более широкое такое свидетельство, евангелизация как язычник, что так можно было. И появилась растущая прослойка боящихся Бога, или так называемых празелитов брат, которые были язычники, уже понявшие, что язычество это ложь, что нет многих Богов, есть единый Бог, единый Бог это Бог Израиля, и что Святые Писания Израиля это книги Божьи, ну и вот, которые начали идти в этом направлении. Но настоящее такое вот иудейское обучение конечно язычник мог получить только став гером, то есть полным празелитом став иудеем. В общем понятно, что до провозглашения утверждения Нового Завета до этого обучение носило достаточно элитарный и ограниченный характер Иудеем. И это было связано вообще во многом с теологией иудаизма. то есть с важными моментами вероучения с тем как рассматривались разные слои населения какую роль в народе должны были играть те или на его представители как оценивали Божий взгляд разных людей духовные вожги Израиля. И когда возникла первая мессианская община в Иерусалиме, то это уже было революционно община. Мы с вами уже немножко коснулись этого вчера. Вы знаете это с других сторон. Вы сами это понимали когда читали Евангелие. Понятно. Я еще хочу сказать что за то. Понимаете когда Иешуа говорил что книжники и фарисей сели на седалище Моисея это конечно было важно. говорил о том так сказать седалище или трон Моисея это было место с которого велось обучение Торе со властью. Это было то место откуда сидевший представитель духовной власти провозглашал Слово Божие именно как Слово Божие в жизнь народа. Это было то место откуда саддукей, священники, фарисеи, книжники, Сафарим они имели право вязать, связывать и развязывать. Они могли налагать бремена на народ, то есть давать такие комментарии или давать такие новые постановления, которые связывали и закрепощали иудеев новыми обязанностями и новыми ограничениями, а могли развязывать, то есть могли снимать те ограничения, которые на них были наложены либо Торой, Словом Божьим, либо комментариями и постановлениями предшественников. Заметьте, во втором случае, в случае развязывания, они могли делать это не только в отношении комментариев или постановлений предшественников или других условно говоря раввинок, но они могли делать это даже в отношении Торы, они могли отменять Слово Божье, что они и делали, когда они считали это. И как раз знаменитый пример 15-й главе Матфея, этот пример как раз связан не со связыванием, не с наложением времен, а с развязыванием, с освобождением людей от исполнения заповеди Тора. Вот. И еще говорю, горе вам, горе вам тем, которые воспользовались пустым троном Моисея или пустым креслом Моисея, залезли в Него и начали делать то, на что Бог их не уполномачил. Вот. Но что любопытно, что дальше в этой главе 23-й еще говорит, все, что они говорят, он делает. это удивительное место писания. До поры до времени. Конечно, не имелось в виду буквально все. Ясно, что не имелось в виду буквально все. Но то, что не противоречит писанию, делает. Делает. Вот. там и говорили про Нису и Мяту и прочее. А некоторые другие ритуальные постановления. Вот. До поры, до времени верующие в Ишуа действительно были одним из самых скрупулезных исполнителей закона. Но Ишуа говорит, вы знаете, когда первый из учеников получил великое откровение от Отца. Вы помните, что Ишуа ему сказал? Он сказал, блажен ты Симон, ибо не плоти крови, но Отец Небес не это, кстати, имеет прямое отношение к тому, о чем мы с вами вчера говорили. Потому что блажен ты Шимон, что не люди тебе об этом сказали. Не люди тебя научили это. И не по своим естественным размышлениям и логическим выводам ты пришел к этому заключению, но ты получил прямое личное откровение от Отца. Это как раз то, что говорил Ишуа, то, что мы вчера читали, что никто не знает Сына, как только Тот, кому Отец откровал. И вот Отец начал открывать. Вот Отец начал открывать. Он начал открывать, кто такой Сын воистину. А что дальше сказал Ишуа? Вы помните это, нет? Евангелие от Матфея 18-2. Камень. Разное толкование на это место, мы сейчас не будем это разбирать. Что дальше сказал? Отойдет меня сатана, здорово. 16-я глава Матфея, да? И какой там дальше стих идет? 19. Что свяжешь на земле? Правда, да? И потом он это сказал всем апостолам. Значит, смотрите, друзья, Ишуа провозглашает новую духовную власть в Израиле. Он говорит этими словами. Наступает время, когда те, кто сейчас еще имеет по закону власть связывать и развязывать будут лишены. книги. И